С недавних пор Словакия включена в список недружественных для России стран. И как же было приятно на месте убедиться, что это только если про политику речь. Но никак не про самих словаков. Сегодня выпуск из этой прекрасной, гостеприимной и очень даже дружественной нам страны. В этом видео мы побываем как в главных словацких городах, так и в небольшой деревне. Узнаем, что едят и что пьют местные жители. А под это дело и разговоры, конечно. И про хорошее, и про плохое, и про социалистическое прошлое, и про нынешние времена. Услышим, как звучит словацкая речь и можно ли понять ее русскому человеку. Удивимся красоте местной природы и полюбуемся прекрасной архитектурой городов. Но обо всем по порядку. В этот раз оставил свой автодом в Чехии и поехал поездом Брно-Братислава-Кошица. Посмотрим, как устроен чешский поезд, чешский влаг. Это для багажа различные, крепежи для негабаритного. Дальше идем, смотрим. Здесь у нас отделение для тех, кто едет с велосипедами. Преимущественно для них. Здесь дамский отдел. То есть отделение для женского отделения. Все эти обозначения, как я понял, больше условные. Только указывают, у кого приоритет, а так-то можно садиться куда угодно. Вот и я сел на свободное место, где все для удобства пассажиров с детьми. На столике изображена и шахматная доска, и другие настольные игры. Мой попутчик спал, поэтому я монтировал очередной выпуск для ютюба и смотрел в окно, пытаясь увидеть отличие двух стран, еще недавно бывших одной Чехословакией. До поездки мне казалось, что Словакия практически та же Чехия. Что люди, что природа, что еда. Но оказалось нет. И то, и другое, и третье сильно отличаются. И я бы даже сказал, что во всех этих дисциплинах Словакии выигрывают у своих соседей. Когда ехали уже по Словакии, я все снимал пейзаж за окном. Никак не мог остановиться. Такие яркие краски полей и лесов. В Словакии почти половина территории страны покрыта лесом. А потом начались Татры. Это вообще такая красота. Прямо открытки для Швейцарии можно печатать. И люди. Пока поезд ехал по Чехии, периодически заходили чехи. Ехали до своих сел, деревень, выходили, другие заходили. И все так вежливо, интеллигентно. Добрый день, насклидану. Но не более того. Когда же мы уже ехали по Словакии, то все мои попутчики очень активно общались. Сами начинали разговор. Очень открытые люди попадались. Рассказывали, где и что проезжаем. А главное, они очень радовались, когда узнавали, что я из России. Интересное с ними общение получалось на смеси из английских и слов славянских языков. И все по-русски что-то пытались сказать. Иногда у них даже получалось. Это природа, да, так там расти. Да, красота неимоверная. И на Россию, и на Швейцарию одновременно похожи. Я бы, пожалуй, так и сказал, что Словакия – это производное что-то среднее между Россией и Швейцарией. А это мы уже едем на машине по не менее красивой дороге в деревню Банские. В 70 километрах от Кошицы, куда меня позвал давний друг Ян, приехавший в отпуск с семьей. Причем приехали они из России, где Ян сейчас живет и работает. А эта деревня – его малая родина, где родительский дом и друзья детства. И сразу мы отправились по гостям. Этот шикарный дом построил Ярослав, школьный друг Яна. Вообще, одним из открытий для меня в Словакии было, как хорошо и красиво живут люди. И не только в плане того, что все у них есть или там чисто, красиво, а как-то у них стильно, что ли. Да, дом шикарный, с таких огромнейших бревен. Очень брутальный дом. У дома обязательно зеленый газон, и ему отводится, пожалуй, добрая половина участка. У них всегда очень стильно, красиво, вот такие ровные лужайки, газоны зеленые, бассейн, лужайка, одно дерево. Очень уютная терраса, очень нравятся такие у них дизайны. Такой ландшафтный дизайн, и тут небольшой водоемчик, не прудик, но очень милый, круто. Шикарно все, классно. Да и сами дома добротные, основательные и очень со вкусом сделанные. Очень жалею, что не снял более подробно дом Ярослава. Ни внутри не поснимал, не расспросил его, как он этот дом построил, ведь он сам все своими руками делал. А всему виной, почему я не расспросил, это словацкое гостеприимство. И то, что я очень редко пью алкоголь, и оказался совсем слабеньким по сравнению с мощными словаками. Ммм, то есть вкус. До здоровья, Ченкова. Вообще в эти дни я как Шурик себя чувствовал, который приехал собирать фольклор, а в итоге все в бесконечное застолье превратилось. Да, все продукты местные, мясо, сало, овощи, и только вот горчица наша Ян Сыктывкара в подарок привез. К сожалению, в этот вечер я конкретно перепил и вообще ничего больше не снял. Хотя столько добрых слов тогда было сказано. А это уже на утро. Тишина, природа, а сейчас еще и все поспело от фруктов до орехов и грибов. Это мы как раз вкуснейшую грибовницу из свежих белых грибов ели. Опять поездка превращается в гастротур. А как иначе, в словацкой деревне вкусно все и практически все свое домашнее, как и яйца и помидоры с перцами в этом шедевре от Яна. Вау. Да, словацкое гостеприимство, пожалуй, покруче любого другого гостеприимства. Калказ все бамбу курят. Да. А еще есть. Будем. Чтобы мы не ели, все очень вкусно. Даже яичница, допустим, не словацкое блюдо, но оно было просто бомбическое. А сейчас мы едим суп из белых грибов. По сути грибовница, не знаю, как она здесь называется, но... Просто праздник вкуса какой-то. Хлеб. Блин, да я в жизни хлеб не ем, но такой хлеб как-то съесть. Прекрасный. Обязательно панак. Панак. Калбадос. Калбадос. Покажу еще, среди какой красоты мы пили-ели. Горы в тумане. Церковь, которая видна из всех уголков деревни. И тут же микрокосмо. И вообще, присмотреться к деталям, так тут просто сказочно. Это обычная обочина дороги перед чьим-то участком. Не, вы посмотрите, а. Вот вдоль дороги, блин, я не знаю, у меня просто нет слов. Это в деревне вот такой супер ландшафтный дизайн получается. А еще тут постоянно подмечаешь схожие слова в наших языках. Ну, доброта – это понятно, а вот позор – это внимание или осторожно. А смотана – это сливки. Все наоборот. Но я все равно старался говорить на какой-то смеси славянских языков. Попробуйте и вы, без субтитров, понять, о чем идет речь. А потом напишите, все ли было понятно. Добрый день. Меня зовут Олег. Мария. Мария. Ян. 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 Был ты в Кубе? Эй. Что там делал? Я сам электрикер на шехмонтаже. А и руси там были, и они делали машину. А мы сми делали, я сам был как шехмонтер кубанцов. Я сам их рядил. А так и столь на шехмонтаже. А вот интересная традиция, когда по селам ездит в фургон и развозит различные вещи. В данном случае от пекарни, видимо. Благодаря этому звуку все знают, что машина приехала. Да, и вот сейчас, видимо, начнется торговля. Очень классная традиция. Все жители уже знают этот звук. Он издалека слышен. И выходят на улицу, чтобы купить что-то. Так могут развозить и мороженое, и кто-то там ножи точит. В данном случае фургончик с печивом. Ну, то есть с выпечкой. Обожаю подобные традиции. Говорят, что и в других странах, в соседней Венгрии, например, подобная торговля до сих пор популярна. Но я вот впервые увидел. Но продолжим общение. Когда турист едет в Словенско, то есть что нужно есть? Что нужно видеть в Словенско? Что это не лучшие вещи в Словенско? Лучшие татры. Татры. Однозначно. Татры. А что это не лучшие для еды? Комучо. Комучо. А галушки так же традиционные в Словенско. Бринзовые? Бринзовые. А что ешь ты? Про галушки я уже знал. А что ешь ты? Да, пироги. Пироги. Месо. Месо. Тема сама собой на еду перешла, и мы опять за столом. Так и проводили дни. От одного стола переходили до другого. И везде такая вкуснотища. Монтирую, и слюни текут. Вспоминаю, как это вкусно было. Больше всего мне понравилось сало во всех проявлениях. Тут и бекон, и шкварки, и просто соленое сало. И огурцы. Такие хрустящие. Сказка. Рассол потом из банки выпивал. Так вкусно было. И на эти деликатесы у нас тут интернационал собрался. Включая кенийца Кипа, мужа родственницы Яна. Удивило меня то, что их дочь была с учебником русского языка. Радуга. А что вы шумишь по-русски? Жаль только, что очень стеснялась дочка. Кип. Какие русские слова ты знаешь? Я знаю, спасибо. Спасибо. Девочка. Девочка. Как это возможно, что ты знаешь эти слова? Я был в школе. Я был в каких-то русских и украинских парнях. Где была эта школа? В Бресуа. Скажи пять слов о России. Это самый крупный стране. Большой стране, да? Капитальный страна, конечно. Вить. Москва. Конечно, да. История. Петрорад. И почти был конгарден по-русски. А-а-а. И почти был конгарден. Я не говорю, что они конгардены. Приятно удивило, как много кинеец знают о нашей стране. Ну, а Словакия и того более. И песни наши знают, и стихи. И именуясь Олег. Я самурай. Юрай. Что знаешь про русскую? О русскую? Ну, много. Русский гимн, старый. Можешь петь? Йо-йо. Союз нерушимый. Республик свободный. Великая Русь. Наша Таня горько плачет. Уронила в речке мяч. Таня, Танечка, не плачь. Не уронит в речке мяч. Браво. А песничку? Не. Мело товарищи в ногу. Духом окрепнем в борьбе. Все они знают, только стесняются немного. Ну, ничего, вечер только начался еще немного рано песням. Чёрз. Для Кения, Словакия. И Россия. И для письма. Для письма, конечно. Обожаю такие интернациональные посиделки. Экип здесь уже совсем ассимилировался. Полюбил и словацкую кухню, и крепкие напитки. Спросил, а как люди его здесь принимали? Люди в Словакии очень приятны. Вы видите, что они делают... Ты никогда не видел проблем. Когда я пришел сюда, в другое 90-е годы, я имею в виду проблемы с рацизмом. Но в другое нет. В другой раз, Скип более подробно рассказал о проблемах. Причем, особенно грустный опыт был у кенийских студентов в России. Причем, почти все, кто был в Россию, чтобы участвовать, они вернулись. Для нас, кто пришел сюда, кто-то вернулись, кто-то вернулись, кто-то вернулись. Но в России почти все, кто-то вернулись. Потому что в России тоже есть скинг, что-то вернулись, кто-то вернулись. Особенно 10 лет назад, 20 лет назад. Когда я приехал в Словакию, я тоже пришел сюда. Я убежал, я думаю, пять или три. И в Словакии это изменилось, когда они бежали чиновский дипломат в России. Почему? Они скинг. А, они бежали чиновский дипломат? Да. Бежали или убежали? Бежали. 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 И тогда они должны. Мы собираемся за них. Дети, вы живете в Словакии или в другую страну? Я не думаю, что мои дети живут в Словакии. Многие, наверное, будут в другую страну. Потому что для них, чтобы смотреться немного разными, они делают это разными, чем я. Для меня я сам в голове, когда люди смотрят на меня, а мои дети в голове. Да, все же есть моменты. Все-таки Кения и Словакия очень разные. А интересно, в чем различие Чехии и Словакии сейчас? Чем Словакия отличается от Чехов? Ничем. Ничем? Мы разверлились в этом году. Это свидали. Два политики. Люди не хотели. Люди не свидали. Люди же референдуют. Но они политики делали. Да, теперь две страны. И, как я понял, далеко не все люди этого разделения хотели. Мы так долго общались, а те, кто уходил, пили традиционно на пасашок. Здесь это называется отходник, когда гости на дорожку выпивают крайнюю стопку. На здравичку. И опять те самые огурчики. Каким-то секрет, что они хрустят? Прочь. Хрустят. Мое домас... Все. Что? Секреты не уже рассказывают. Но в итоге мне такую банку огурцов и бутылку сливовицы с собой в подарок дали, чтобы на обратной дороге я не погиб для поддержания сил. А Юрай выносит все новые и новые деликатесы. Юрай, что это за колбаса такая? 3,80 метров. 3,80 метров. Словацкий размер. Словацкий. Банчанский размер. Масса. Работа, ревна, херма. Я не... Нет комплекса неполноценности рядом с этой колбасой. Знаешь, то есть полметры? Кем-то, я стою в краю, мне нет. А два балла. Так-так, Словацка, ты когда? Так понравился этот способ, что до конца вечера мы уже только так и пили. И пели, конечно. Расквитали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой, Выходила на берег Катюша На высокий, на берег крутой А еще Юрай показал нам свое большое хозяйство. Я имею в виду, конечно, его дом. Штигль, он же дружба. Штиль, Штиль, я гол. Все есть. И стратегические запасы также. Мы на Словакии, мы пьем только воду. Только воду. Как нам придет холодно и плохо на брюху. Мы пьем. Русский стандарт. Русский стандарт. Как русский стандарт плохий, мы пьем свои продукты. Самогон. Вау. Русский стандарт. И зум, что даже не дурак. А дубовый суд будет пустить фарбу. Я свою свою. Как риски. Командария была в дубовом суде. Дубове не стара. Дубовый суд будет пустить фарбу. Но еще安. Дубов фарба. Это они так аккурат перед санкциями закупились 20 ящиков русского стандарта все это было на свадьбе дочери осталось 12 бутылок в общем меня по-хорошему удивило и порадовало как хорошо словаки живут относительно западной европы здесь как будто не самые высокие доходы 1000 евро считается хорошей зарплатой но все люди живут очень достойно и дома которые вначале показывал и вообще как-то полмира объехать у них получается были в неких иных статах до кола французского немецкого ракусско польсско а в русском а в русском не в русском не в русском не но я хотел бы идти в Петрохраду джера там была очень хорошо там была а теперь я хочу идти в Канаде потому что у меня там джера и увидим все а Мария? Мария была израил португанско французско шпаниелско польско польско украина тернополь в мексику сом был те же но много статус до ки брат лиды обе цены лиды нема пенис про у нас а каждый маток у машины на сезона даже каждый может так свой такой вести я цыгане я же не могу это нем просто не ведя они достали дамки они не ведет если он так подали казалось по нашим это что они не не вне церкви ходят за правду по немецкого дом калибрицка мария яка Какая лучшая страна была, лучший стад? Израиль. Прочь? Ну, там все. Памятки, не то-то. По этих памятков мы ходили. И о Данском, там Примутвомори, там у Петра. По этой цели, как идти, между этими шкалами, а там хоре на брех. «Ежис Марио!» «Ежис Марио!» Ян, какой стад был лучший? Ну, я не знаю. Небольшой, мне кажется, что Немцы хорошо живут. Там люди. Не богатые, но интересные. Ну, Куба была такая. Курил сигары, танцевал, танцевал? Ну а я, на дискотеке. Мнел сам Роман. И так, да? Ну, это было хорошо. Там есть художные люди, где они, вязь меня держат по копу. Чем я удобнейший народ, тем держи вязь по копе. А чем я богатее, тем нос горы. Уж я, как мама, так. Очень приятное общение здесь с местными. Наверное, еще и потому, что деревня, люди здесь проще, более открытые. А это уже город, Кошице. Причем город не маленький, второй в Словакии после Братиславы. Когда-то Кошице и сам претендовал на звание столицы. В этом красивом доме, например, жил Эдвард Бениш, второй президент Чехословакии. Центр города вообще очень красив. Такие традиционные для Европы улочки, соборы. И это сооружение, чумной столб. Также распространенный в странах Европы тип памятника. Часто посреди городской площади стоит колонна, посвященная, как правило, Богоматери, Деве Марии за прекращение эпидемии. Причем здесь, в Кошице, этот столб был возведен на месте средневековой виселицы. А глядя на эти флаги, на мгновение можно их спутать с российскими и украинскими. Но нет, это флаги Словакии и города, в котором мы сейчас находимся. И еще, Кошице просто идеален в плане отсутствия толп туристов. Достопримечательности и традиционные европейские красоты есть, а толп нет. Красота! А может просто не сезон был и мне повезло, но в любом случае очень понравилось гулять по центру города. И тут же расположен собор Святой Елизаветы. Самое масштабное и красивое здание в городе. Он виден просто отовсюду. Это крупнейшая церковь Словакии и один из самых восточных исторических готических соборов Европы. Что интересно, можно не только внутрь зайти, но и подняться под крышу собора по винтовой лестнице. Да, немного жутковато, высота приличная, но оно того стоит с необычного ракурса посмотреть на этот храм. Потому что так-то в Европе частенько встречаются подобные соборы, но вот чтобы так изнутри подняться на высоту примерно четвертого этажа, это конечно очень необычно. Как и необычным было для меня увидеть на алтарях плоды нового урожая. Везде в церкви были разложены фрукты, овощи, орехи, корнеплоды. Все, что подарила здешняя плодородная земля. И продолжим прогулку по Кошице. В городе мне не раз попадались напоминания о нашей стране. В этом доме останавливался Кутузов, а здесь улица Чайковского нашего композитора. Неожиданно и приятно. И еще несколько раз встречал в центре города монументы, посвященные Красной Армии, освободителям Словакии от фашизма. В честь и словаков памятники советским воинам они не демонтируют. Хотя и страна в НАТО, и есть и напоминания о событиях 1968 года, это таблички в память о жертвах чехословацкого восстания. Но настроение здесь совсем не русофобское. Тут и выборы были в дни моего приезда, и победила партия Роберта Фиццо, которую многие считают пророссийской. Большинство мест в парламенте именно им досталось. Да я и сам почувствовал, несколько раз при случайном общении люди, узнав, что я из России, ну очень тепло приветствовали. Как на этом рынке, например. И тут вам еще одна возможность попытаться понять словацкую речь. Вот это мы все знаем, а то то нет. Не, 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 выникают. А, конечно. Вкусно, если так. Подмеску, но... Свежий? Как вам сказать, но... Пахнет грибами. Хочете платить? Да, да. Дякую moc. За мало. А они дорогие или нет? Два евро. Два евро. А сколько стоит это? Пять евро. Четыре евро. Пять евро по килограмм? По дени на вагу, на копки. А, на копки. А это два пятьдесят. Два пятьдесят. А как это именует? Козачек. Козачек? Мы именуемся подберезовик. Подберезник. Это. Это подберезник. Это и друг подберезник. А это? Дубок. Дубок. Рыб. А это? Курятка. Курятка? Мы называем лисички. А это, что есть масляк. 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 Масленок. Масленок. Дякую. За мало. Такой день. А штябль не надо? Что? Штябль. Штябль? Ооо. Мы имеем штябль только в Назарже. А уже нет. А? Целый год. Целый год. Они не в шаге. Места. Угу. Ну и как? Все получилось понять? Напишите в комментариях, смогли бы ли вы без переводчика в Словакии общаться. И опять покажу таблички объявления. Ну, тут уже проще, когда написано. Да еще если с картинкой, то, конечно, проще понять смысл. И часто используются феминитивы. Адвокатка. Интересно, это как у нас? Новое явление или это всегда так было? Ну, в любом случае, звучит очень мило. Ну, а чаще всего эта надпись встречается, к сожалению. Здесь ломбардов много и это не самая, конечно, хорошая примета. А тут я в книжный магазин зашел посмотреть, найти книги русских авторов. Мы же некие русские авторы на словацком. Русские авторы, например, по-английски. А, Иван Булин, Лев Толстый. Вау. Пушкин, Пушкин. Я тут и толстый, и толстый, и толстый. По-английски. По-английски, да. Да, приятно, что удалось найти такие книги на русском языке. А тем временем я проголодался и пошел в отель Славия. Прекрасное здание, одно из лучших в городе. Что снаружи, что внутри, очень достойно выглядит. Я тут и позавтракал, и пообедал. Это место мне посоветовал Ян, который здесь все знает. И, соответственно, я вам тоже рекомендую, потому что яичница здесь была такая замечательная, такая необычная. Нежнейшее просто блюдо. Пальчица. А когда пришел сюда на обед, то взял шикарнейший супчик. Взял бульон из говяжьих хвостов. Он такой наваристый, просто кружки жира такие плотные. И всегда про такие супы говорю, что они идеальны в холодную погоду, когда можешь там заболеть, простудиться. Но вот с таким супом в жизни не заболеешь, не простудишься. И сейчас тоже вот осень уже. Он так славно заходит. Говядина разваренная и такая жирная почему-то. Я вот не понимаю, за счет чего такая жирность. В общем, как и Армения, Словакия также в сплошной гастротур превратилась, который продолжился и в Братиславе. Это я уже в столице зашел в некое модное заведение в очередную бургерную. Разорви лицо называется бургер. Блин, он офигенный. Пол килограмма весит. Мясо бомба сочнейший. А саму Братиславу мне особо поснимать не удалось. Все было затянуто, как молоком. Такой туман, что не самые высокие высотки Братиславы теряются в облаках, как будто бы это бурж-халифа эмиратская. В общем, нереально было что-то снимать в столице, поэтому ее покажу уже, видимо, в другой раз. Ну и на сегодня это все. В заключении хочется еще раз передать самый теплый привет всем словакам, которых встретил, которые были в видео и вообще всей словацкой нации столь дружелюбно и столь дружественно нам. В следующем видео я даже не знаю, в какой стране окажемся. В любом случае, увидимся в следующую субботу. Все только начинается. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Четвертый кубей уже не был я.